Я их включу, считаю, Евангелие. Там открыто где. Я Евангелие от Луки считал сейчас. Да воссияет свет во тьме смертной. Слушайте внимательно. Евангелие от Луки, вторая глава. Поближе, чтобы к микрофону. В те дни вышло от Кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первой в правлении Квериния в Сирию. И пошли все записываться, каждый свой город. Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета в Иудею, в город Давидов, называемый Ефреем. Потому что он был из дома, из рода Давидова. Записаться с Марией, обрученной ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей. И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пустухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг пристал им ангел Господень, и слава Господня сияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслих. И внезапно явилась с ангелом многочисленная воинство небесное, славящее Бога и взывающее. Слава Вышник Богу и на земле мир, в человеках благоволения. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу, пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь. И поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в яслих. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце семь. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, каким сказано было. Во прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия его в очреве. А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа. Как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложи сна, был посвящен Господу. И чтобы принести в жертву, проеченную в законе Господнем, две горлицы или двух птенцов голубинных. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе и увидит Христа Господне. И пришел он по вдохновению в храм, и когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал, «Ныне отпускаешь раба твоего, Владыка, по слову твоему с миром. Ибо видели отчимы и спасение твое, которое ты уготовил перед лицом всех народов, свет в просвещении язычников и славу народа твоего Израиля». Иосиф же и матери удивились сказанным о нем. И благословил их Симеон, и сказал Марии, матери его, «Се, лежит сей нападение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий. И тебе само его оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец». Тут была также Анна Пророчица, дочь Фануилова, от колена Сирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от детства своего семь лет, вдова лет восемьдесят четырех, которая не отходила от храма, постом и молитвою, служа Богу день и ночь. И она в то же время, подойдя, славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем. До конца до щели главу, и все. Каждый год родители уходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был двенадцати лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрасль Иисус в Иерусалиме. И не заметили того Иосиф и матерь его. Но думали, что он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми, и не найдя его, возвратились в Иерусалим ища его. Через три дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушавшие его удивились с разумом и ответом его. И увидев, и удивились, и матерь его сказала ему, «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорби искали тебя». Он сказала, «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Но они не поняли сказанных им слов. И он пошел с ними, и пришел в Назарет, и был в повиновении у них. И матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем. И Иисус же приспевал в премудрости и возрасте, и в любви у Бога и человека. У вас вопросы какие-то есть, нет? Можете сказать. Задать вопросы. Если вопросов нет, мы отходим сейчас. Всего хорошего вам. До свидания. Как мертвый лежит и все. Господи, прости, милый. Слава тебе, Господи, слава тебе. Так, ну еще, прочитай псалом. Слушайте внимательно, что считается из Слова Божия. Вот считают сейчас псалмы, которым уже 3000 лет назад написаны. 3000 лет. Слушай, Хатабыч, потихоньку мои переживания, а? Подожди, молчи. Вы только не ругайтесь, а то мы сразу уйдем. Господи, благослови и помилуй. Псалом 44. Поближе, стань, чтоб слышно было им. Извелись из сердца мое слово благое. Я говорю, пейсь мое о царе, язык мой трость скоропится. Ты прекрасней сынов человеческих. Благодать извелась из уст твоих, посему благослил тебя Бог навеки. Припояшь себя по бедру мечом твоим, сильный, славой твоей, красотой твоей. И всем украшениям твоим поспеши. Воссядь на колесницу ради истины, и кротости, и правды. И десница твоя покажет тебе дивные дела. Остри стрелы твои, народы падут перед тобою. Они в сердце врагов царя. Престол твой Божий вовек. Жезл правоты, жезл царства твоего. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал тебя Божий, Бог твой, и леем радости, более соучастников твоих. Все одежды твои, как смирные алой и кассия, из чертога в слоновой кости увеселяют тебя. Дочери царей межпочетными у тебя, стала царица одеснует тебя в афирском золоте. Слыши, черь, и смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего. И возжелай, царь, красоты твоей, ибо он, Господь твой, и ты поклонись ему. И дочь чира с дарами, и богатейшие из народа будут умолять лицо твое. Вся слава чери царя внутри, а одежда ее сшита золотом. Веспишленной одежде ведется она к царю, за ней ведутся к тебе девы, подруги ее. Приводится с весельным ликованием, входит чертог царя. Вместо отцов твоих будут сыновья твои, ты поставишь их князями по всей земле. Сделай имя твое памятным в рот и рот, посему народы будут славить тебя во веки и веки. Вот, это пророческий псалом о Христе, о славе, которая у него будет по всему миру. Написал царь и пророк Давид, ровно три тысячи лет назад. Вот это бестселлер. У вас какие-нибудь вопросы есть? Вы можете задать. Духовные вопросы? Нету, да? Нету, нету. Все понятно. Вы можете зайти на наши ресурсы, у нас в Ютубе канал, называется «Во свете Библии». Там 14 тысяч роликов наших. Вам будет это очень интересно. «Во свете Библии». Если вы зайдете туда дней через 10, вы увидите, как мы с вами беседуем. Хорошо. Вы сами себя увидите. Запишите «Во свете Библии». А если по скайпу решите поговорить, запишите мою фамилию и имя Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин, да. Что наша встреча не случайна, это Господь предусмотрел. А если вы «Во свете Библии» напишите, и рядом слово «сайт», то зайдете на сайт. Там мои книги. 41 книга, которая мной написана. Наше путешествие от Владивостока до Лиссабона. Я подарил книги в 650 библиотек стран разных. Мы прошли Европу, с той стороны Турцию, Скандинавию, Прибалтику, Север. И все снималось. И вы все увидите. Мы с нуля строим православную деревню, где нельзя лгать, пить, курить, воровать, материться. Все понятно. Это конкретно. Вот как у нас идут занятия, богослужения. Вы увидите, такую красоту вы нигде не видели. Мы очень много на это положили сил. Я вот вел занятия в пяти университетах сразу, во всех отделах милиции, воинских частях, и три радиопрограммы. И вопросы, которые задавали, я их отвечаю. Там ответ на 4124 вопроса на сайте. Во свете Библии сайт Игнатий Лапкин. Так что мы не потеряем друг друга. Как вы сказали, канал называется? Во свете Библии. Свет. Во свете Библии. Ага, понятно. Все. Библия, это вот эта вот книга. Вот. Сейчас я покажу. Это главная книга мира. Она говорит о том, как мир сотворен, как Христос приходил на землю, и чем мир закончится. Верующие знают это, что будет один царь на всей земле, и столица мира будет Иерусалим. И последний царь будет царствовать ровно 3,5 года. И тогда придет Христос. Кончина мира. Весь мир изменится. Сгорит земля и все, что на ней. Но перед этим будет Третья мировая война. Погибнет 2,5 миллиарда человек. А когда война будет? А это кто знает когда. Но события показывают, что где-то рядом. Вот это, что чипирует людей. Вот эта напряженная остановка с Украиной везде. Это все не случайное. Это все проба. Все искрит и искрит. Войска должны пойти все к Иерусалиму, и там погибнут. Офигеть. Ну тогда все, мы отходим. Во славу Божию. Вы нас найдете во свете Библии, Игнатий Лапкин. До свидания. До свидания. Ну вот теперь мы еще посмотрим. Люди, приготовься читать Евангелие. Так, Господи, благослови и помилуй. Так, вы хотите послушать Слово Божие? Все, скрылись. Вот так видно, что они хотят. Сейчас мы по-другому пойдем. Сейчас я бы предлагать буду, как на площади. О, еще одного раздетого мужика бросили на распутье. Господи, помилуй. Ну хоть это... Господи, слава тебе. Все, это как-то отрехнулось, а бабка, видать. Мужик ушел из дома, а одна осталась. Господи, прости, помилуй и благослови. Так, вам что смешно это? Это вы... Вы... Что это, грешница пришла тут? Я неправильно нажал. Так, Господи, благослови и помилуй. Вы только не ругайтесь. Не, мы не ругаемся, подождите. Так, вы хотите что-то божественное послушать? Хотим, да. Я хочу... Только не перебивайте. Сейчас буду читать Евангелие. Хорошо, я вас знаю, я вас знаю. Евангелие, одну главу прочитает. Евангелие от Луки. А как вы знаете? Хорошо. Как знаете, скажите. Я немного знаю, но я верю в Бога. Вы тогда на... Высшее сознание, которое над нами управляет. Вы на наши ресурсы можете зайти. У нас канал в Ютубе. Нет. Наши ресурсы нам не нужны. О, вы еще не были не нужны. Они единственные. Других таких нет во всей мировой сети. Я понимаю. 14 тысяч роликов. Давайте 10 заповедей, скажите. Давайте. Считай, Евангелие. Он спрашивает 10 заповедей. Мы Евангелие считаем. Я понимаю. Вы 10 заповедей от Евангелия. Да это не Евангелие, 10 заповедей. Это 20 глава книга Исход. Вы что путаете-то? А там Ветхий Завет. Сколько книг старых. Так, вы слушайте. Считать будут сейчас Евангелие. Ветхий Завет, он поднят на высоту Нового Завета. Слушайте внимательно. Не спорьте. Давай, считай. Евангелие от Луки, 3 глава. В 15-й год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Евудее, Ирод был четверовластником в Галилее. Филипп, брат его, четверовластником в Евуатурии и Траханицкой области, Алисани, четверовластником в Авелинее. При пересвященниках Анне и Каяфе был глагол Божий Кияну, сыну Захарии в пустыне. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской проповеду крещения и покаяния для прощения грехов. Как написано в книге слов пророка Исаия, который говорит, «Глаз вопьющий в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему. Всякий долг да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. И узрит всякая плоть спасения Божия». Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил, «По рождение Ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния, и не думайте, говорит себе, «Отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму». И уже секира при корне деревьев лежит. Всякое дерево, не приносящего доброго плода, срубает и бросает в огонь. И спрашивали его народ, «Что же нам делать?» Он сказал им в ответ, «У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай тоже». Пришли и мы-то рекреститься, и сказали ему, «Учитель, что нам делать?» Он отвечал им, «Ничего не требуйте более определенного вам». Спрашивали его также и воины, «А нам что делать?» И сказал им, «Никого не обижайте, не клевещите, и довольствуйтесь своим жалованием». Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он? Иоанн всем отвечал, «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я не достоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое, и соберет пшеницу в житницу свою, а с солому сожжет огнем неугасимым. Многое другое благовествовал он народу, поучая его. Ирод же, четверовластник, обличаемый от него за Иродиаду, жену брата своего, и за все, что сделал Ирод. А сейчас у вас очень скучный. Он без интонации читает, правда. Вот именно в кустом алкоголе. Если бы вы прочитали, я думаю, это гораздо эффективнее будет. Все нужно так. Он хочет, чтобы вы прочитали. Ну давай, прочитаю. Садись, микрофон держи. Я кончил, покажи. Вот, вот это он. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое, и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым. Многое другое благовествовал он народу, поучая его. Ирод же, четверовластник, обличаемый от него за Иродиаду, жену брата своего, и за все, что сделал Ирод худого, прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу. Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо. И Дух Святой не шел на него в телесном виде, как голубь, и был глаз с небес глаголищей. Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение. Иисус, начиная свое служение, был лет тридцати. Был, как думали, сын Иосифов, Илиев, и перечисляется до конца. Сифов, Адамов, Божий. Вот это глава, третья глава Евангелия от Луки. Вот, я устал за день, присяду маленько. Я понимаю вас, вам очень интересно. У вас какие, может, вопросы есть? Да я не знаю, я очень верующий, в смысле, я просто недавно тоже крестик потерял, как бы. Ну, у меня вот на руке есть. Ну, это татуировка, как бы, я просто сам себе ее... А татуировка запрещена Богом. Не делайте... Мы... Тело наше храм Божий. Его не надо портить, да. Ну, я не стесняюсь своего тела. Как Бог любит, я не стесняюсь своего тела. Ну, если вопросов нету, мы тогда отойдем от вас. Хорошо, давайте. Всего хорошего, с Богом. Заходите на наши ресурсы. Во свете Библии называется. Давай. Так, посмотрим сейчас, кто на нас выйдет. Богу нашему слава. Вы хотите что-нибудь услышать божественное? Не хотите? Вам не надо, да? Ну, что ж, не надо. И отвергли. Сейчас дальше пойдем. Благословен Господь. Так, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Вы что так удивились-то? Не ожидали? Грешницы, испугались-то. Вы хотите что-нибудь божественное услышать? Нету. Так, хорошо. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Ну, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Единому вечному Богу хвала и слава, честь и поклонение. Так, ну что, вылазьте из темноты. Можем поговорить по-обожественному. Как душу спасать? Кто-то дома есть, нет? Никого нету? Да. Ну, сразу-то выходите на свет Божий. Там мы поговорим о божественном. Вам расскажем многое. Так, мы православные христиане. Проповедуем Христа, распятого и воскресшего. Слава Иисусу Христу. Так, вы хотите что-нибудь или какие вопросы есть божественные услышать? Вам трудно по-русски разговаривать? По-русски вам трудно разговаривать, да? Да. Так, ну ладно-то. Всего хорошего вам тогда. Во славу Божию. Спасибо, спасибо, дед. Храни Господь вас. Да, Аллах. До свидания. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Появляются и падают, как снопы. Господи Боже наш, хвала Тебе. Великий Бог послал нас сюда, чтобы мы засвидетельствовали любви Божией. Потому что здесь сильно нехорошо. Половина мужчин голая. Люди не слышат о Боге ничего. Здесь устроили настоящее Содом и Гаморру. Так, вы божественное хотите? Хотите послушать Божественное? Да. Будете слушать? Да. Давай. Брат, иди сюда, прочитай. Прочитаю. Следующую главу. Объяви Евангелие. Евангелие от Лутич, 4 глава. Иисус исполнил Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там сорок дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни. А по прошествии их напоследок залкал. И сказал ему дьявол, если ты сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом. Иисус сказал ему в ответ, написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим. И возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьявол, тебе дам власть над всеми царствами и славу их, ибо она предана мне. И я, кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое. Иисус сказал ему в ответ, отойди от меня, сатана. Написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи. И повел его в Иерусалим и поставил его на крыле храма. И сказал ему, если ты сын Божий, бросься отсюда вниз. Ибо написано, ангелом своим заповедует о тебе, сохранить тебя. И на руках понесут тебя, да не притнесшая камень ногою твоей. Господи, прости. И Иисус сказал ему в ответ, сказано, не искушай Господа Бога твоего. И окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. И возвратился Иисус в силе духа в Галилеи, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано. Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благоствовать нищим, и послал меня исцелять сокрушенным сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на Него. И он начал говорить им, «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». И все засвидетельствовали ему это, и делились словам благодати, исходившим из уст, и говорили, «Не Иосиф ли это сын?» Он сказал им, «Конечно вы скажете мне, пресловие, врач, исцели самого себя, сделай здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме». И сказал, «Истину говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле во дне Ильи, когда заключено было небо три года и шесть месяцев, так что сделался большой голод по всей земле. И ни к одной из них не был послан Илья, а только ко вдове Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисеи, и ни один из них не очистился, кроме Неймана Сирьянина». Услышав это, все в синагоге исполнились ярости. И встав... Подожди-ка, подожди. Так, вы что-то хотели сказать, только не ругаться. Нет, мы не ругаемся. Это считается Евангелие. Евангелие до конца главы сейчас засчитал бы, тогда у вас вопросы есть какие-нибудь? Я мусульманин. Ну и что, сероз человек? Что? Ну, мусульманин, так это же не таракан, человек. Ему тоже надо душу спасать. Это можно или нет? Услышать. Ничего себе. Да у вас же в Коране написано, не жил Евангелие. Вы Коран-то не считаете, не знаете, только за бабами гоняетесь. Ты смотри, Евангелие считает, про Иисуса Христа, Иса. Иса у вас называется. Не ругайтесь, пожалуйста. Я не ругаюсь, просто какие, только раз и скорее куда-то, голые наполовину. Вас драть надо за это. Еще вы теряете свою нацию так. Я уже полтора месяца здесь. Слушай внимательно. Слушай внимательно. Это про Иисуса у вас написано, в Коране написано. Давай. Слушай, Отец. Давай, читай. Услышав это, все в синагоге исполнились ярости. И встав, выгнали его из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, пройдя посреди них, удалился. И пришел в Каперном, в город Галилейский, и учил их в дни субботни. И дивились учения его, ибо слово его было совластью. Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского. И он закричал громким голосом. Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин. Ты пришел погубить нас. Знаю тебя, кто ты, Святой Божий. И Иисус запретил ему, сказав, Замолчи и выйди из него. И бес, повернув его посреди синагоги, вышел из него, немало не повредив ему. И напал на всех ужас, и рассуждали между собою. Что это значит, что он со властью и силой повелевать нечистым духом, и они выходят? И разнесся слух о нем по все окрестным местам. Выйдя из синагоги, он вошел в дом Симона. Теща же Симонова была одержима сильную горячкою. И просили его о ней. Подойдя к ней, он запретил горячки и оставил ее. Она тотчас встала и служила им. При захождении же солнца все, имевшие больных различными болезнями, приводили их к нему. И он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили даже и бесы из многих с криком и говорили, Ты Христос, Сын Божий. А он запрещал им сказывать, что они знают, что он Христос. Когда же настал день, он, выйдя из дома, пошел в пустынное место. И народ искал его, и, придя к нему, удерживал его, чтобы не уходил от них. Но он сказал им, И другим городам благоествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан. И проповедовал в синагогах галилейских. Слава Тебе, Божий наш, слава Тебе. Во тьме человек находится, света нет. Сейчас еще найдем, слушатели. Этот мусульманин выскочил из-за боймы. Видишь, как все раскрыто. Грешным бренным телом хвалятся. Господи, помилуй. Как они падают, как увидят, что крестятся от крестного знамения. Мужик лежит, как баба, развалился и штаны снял. Я перестану читать, что-то у меня-то. Но тут и не вошел, его не видно было. Нормально пойдет. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Вы хотите что-то божественное послушать? Или боитесь? Никак. Что-то все страна голая. Кто же раздел-то вас так? Хоть маленько бы одеялся. Да это разбойники у вас там ходят, наверное, надежно отбирают и продают. Половина мужиков голая, валяются около дороги. Копейки не стоят. Что же это вы так сам себя разрешили-то? Собрались бы вместе... После бани. После бани. Настряла на вас в среди недели баня эта. Я гляжу, не баня, а подготовились к блуду. Женщины подготовленные. Голое тело показывают, совокупляются, половые органы показывают. Это ужас какой-то. Это не рулетка совсем даже. Это петля, яма. Гибельная. Содом и гаморра. Рулетка-то стреляется. Русская рулетка. Раздетые сидят. Поговорить даже не о чем. Только об одном думают. Как скоты какие-то. Разве же можно так жить? Никак нет. Ну вот. А еще у вас ни одного вопроса-то нет никакого. Вы можете задать вопрос. Выслушать ответ. Только не ругаться. Я вас слушаю. Так. Вы можете зайти на наши ресурсы. Во свете Библии называется YouTube канал. Во свете Библии. Запишите. Вы такого не видели. Там 14 тысяч роликов. Там 31 миллион просмотров. Во свете Библии. Игнатий Лапкин. Запишите себе. А потом зайдете. Я вас нашел. Вот. Во свете Библии. Если когда нужно будет поговорить что-то. Только не надо алёкать. А сразу зайдите по скайпу. Игнатий Лапкин. Запишите. Вы меня найдете. Мы строим православную деревню. У нас очень богатый материал. Вот на сайте 50 книг моим голосом насчитанные. А какой регион? А Алтай. Барнаул. Город Барнаул. Так я со всеми рядом. Ну вот. Вы на сайт зайдете. Вы увидите. Мои там 41 книга. Мои. Мною написано. Я решил их подарить библиотеку. Мы проехали до Владивостока. Потом проехали до Лиссабона. От Тихого до Тонтического океана. Скандинавию в Прибалтику. 650 городов. Я 650 подарков сделал. А то Бог так положил на сердце. По 38 книг. На 35 миллионов подарили. Для Бога. А книги-то какие? Их таких книг вообще нету. Это я вопросы, которые отвечал в университетах. По радио, когда вел в школах, в милиции. А книги-то про что? Про всю жизнь. Как жить. Жизнь, история. Все. Если вы зарядите во свете Библии. Сайт. Это сайт. Не YouTube, а сайт. Вот такие вот книги. Вот такие книги. Понятно. Все уберем. Вы же мне изначально сказали на YouTube. Я уже нашел, подписался на вас. На YouTube это само собой. А то еще сайт есть. А то еще форум есть. Вы во свете Библии, Игнатий Лапкин, сайт. И на сайт зайдете. Он богатейший. Просто богатейший. Там я отвечаю на 4124 вопроса в университетах. 55 папок отдельно по работе, отдельно мусульманство, христианство. То есть разные-разные вопросы. Будущая судьба мира. Вы когда дойдете на сайт, вам ничего не надо будет читать. Вы все там узнаете. Это не книга. Каждая книжка 752 страницы. Понял? Вот так. Какие-нибудь вопросы есть? Да нет. Если по скайпу поговорить, то в скайпе зарядите Игнатий Лапкин. Два слова зарядите. И вы на меня выйдете. По скайпу. Хорошо. Вот это хорошо будет тогда. Тогда мы не зря с вами встретились. Так-то вам что говорить, если вопросов нету? Ну пока все хорошего. И вам того же. С Богом. До свидания. До свидания. Так, слава тебе, Господи, слава.